«Выхожу в космос» Алексея Леонова. Алексей Архипович Леонов – это советский лётчик-космонавт, который первым вышел в открытый космос. И в своей книге он описывает, как это было. Сегодня я вам прочитаю небольшой отрывок из этой книги. В наушниках слышу. «Лёша, начинай выход». «Понял, я пошёл». «Назвался космонавтом – вылезай в космос», – подумал я. Легко оттолкнулся ногами, взялся за поручни шлюза и подтянул ноги. Итак, я стою на обрезе шлюза в открытом космосе. Было так тихо, что я слышал, как бьётся моё сердце. Слышал шум своего дыхания. Корабль, залитый яркими лучами солнца, с распущенными антеннами и иглами, выглядел как фантастическое существо. Два телевизионных глаза следили за мной и, казалось, были живыми. Корабль был одинаково ярко освещен солнцем и светом, отражённым от атмосферы Земли, которая торжественно голубым шаром разворачивалась внизу. Нет, не разворачивалась, а стремительно бежала. Только что было видно Чёрное море, а сейчас уже вижу Волгу. Солнце ярко отражалось от поверхности океана и бежало за нашим кораблём, золотистым зайчиком. Всматриваюсь в землю, вижу ниточки железных дорог и автострад. Они, как паутинки, сходятся в узелки городов и опять убегают в разные стороны. А вот и самая длинная нить – это дорога в Сибирь и далее на Владивосток, пока единственная, связывающая далёкий край нашей родины с Москвой. «Очень хочу увидеть место, где я родился, где провёл детство и где меня научили читать и писать. Вот отроги неизменного Алатау, а где река Тонь с характерной извилиной у города Кемерово. Но как я не всматривался, я не мог увидеть реки своего детства. Она была подо льдом и снегом. Ясно было видно, как бархатным ковром уходила тайга на север и восток земли. Я был поражён гигантскими размерами лесного массива. Голос Павла Ивановича заставил меня вернуться к программе. Надо было подготовить кинокамеру к работе. Я легко снимаю заглушку с объектива. Первая мысль. Заглушку надо вернуть на землю. Это ж самый дорогой сувенир. Но с нею неудобно будет работать. Подумав, я швырнул заглушку в сторону. Она звёздочкой засверкала и ушла в бесконечность. Выбрав весь трос с радиопроводкой, Покрытый специальной изоляцией, Я плавно оттолкнулся от шлюзовой камеры. Наступил момент, которому мы шли так долго. Человек плавал в космическом пространстве. Корабль медленно вращался, Купаясь в солнечном потоке. Звёзды были везде. Вверху, внизу, слева и справа. Правда. В космосе трудно сказать, где вверх, а где вниз. Но чтобы работать в космосе, Надо их выдумывать. Вверх для меня там, где было солнце, А низ, где шлюзовая камера корабля. Я завис в 7 метрах от корабля лицом к солнцу. Чувствовал прикосновение его лучей на губах, Где не было светофильтра. Солнце было неземное, яркое И очень жаркое. Я видел корабль сияющим. Хорошо просматривались мелкие детали И надписи на двигательной установке. Вдруг Я услышал в наушниках Знакомый с детства голос Юрия Борисовича Левитана. Внимание! Внимание! Человек вышел в открытое космическое пространство И находится в свободном плавании. Кто это там еще плавает? Подумалась мне. Да это ж обо мне говорят. Ну говорят, значит надо работать. Обо всем, что видел и делал в космосе, Я сообщал Павлу Ивановичу. И докладывал на Землю. Продолжение следует...